Радио 54 Километров от города Откуда любовь именно к трубе Мне интересно Длинная история Значит у меня Ну не будем говорить карьера Началось все со спорта Я ходил на коньки, потом хоккей И когда повредил ногу Прихожу в школу, пацаны говорят Слушай, ничего не делал, пойдем В дом культуры, у нас организовался детский духовой оркестер Да надо же заниматься Когда успевать? Нет, нормально все Зато летом будем ездить В пионерский лагерь бесплатно Меня это подкупило И меня почему-то руководитель Посадил сразу на трубу Ну что-то пошло, пошло, пошло И через 2-3 года Я уже поступил в музыкальное училище искусств В городе Красноярске После окончания Попал в город Герой Новосибирск В армию 18-й оркестр штаба СИГО Ну вот так все и получилось Ну тут история длинная, биография очень Большая, за мои 62 года Любой человек может научиться на трубе играть Или все-таки нужны какие-то Данные Данные, да Ну не то, что данные, скорее всего В первую очередь это природа, это безусловно Но у нас есть руководитель джаз-оркестра Толкачев, биг-бенд Который может научить обезьяну играть Вот у него такие данные Да Поэтому все зависит от твоего желания И как поет Сергей Борисович, ну может быть что-нибудь нам сыграете Сразу вот для настроения Ну не скажу, что с превеликим удовольствием Но в качестве разминочки А пьеска такая Необычное название Это спиричел Но я немножко сыграю В увеличенном теге Называется Идти рядом с тобой Идти рядом с тобой Сергей Гершинович В студии Радио 54 Спиричел это вот то, что поют афроамериканцы Абсолютно верно Это такое, грубо говоря, церковное пение А вот эта пьеса, она Я сам не знал, буквально, может быть, лет 20 назад узнал Посмотрев фильм о джазе, который назывался «Джаз» Не помню, кто автор этого фильма И ведущий на тот момент рассказывал про эту пьесу Что первое произведение, если идет медленное Па-па-да-па-да-па-дам Несут человека на кладбище Ну, будем говорить, там негр или белый Вот там, да И обратно идут уже вот в таком темпе, играют Радуются жизни Типа жизнь продолжается Мы должны быть веселы и здоровы Ну, у них там такие традиции Традиции, абсолютно точно Да, традиция такая А я почему-то подумал, что, может быть, в кино вы где-то увидели, да А вот получилось вот так вот Просто мальчишки позвали и все Нет-нет-нет, и в кино увидел, конечно Ну, вы по поводу... Самого инструмента? Ну, конечно, и в кино смотрел И увлекался, да и сейчас Не то, что увлекаюсь, а люблю слушать трубу Люблю слушать джазовые коллективы Ну, поскольку это моя специальность Где нужно черпать какие-то новые знания Несмотря на возраст Потому что, когда выезжаем даже за рубеж на джаз-фестивали Мы все равно друг у друга учимся Практически у звезд Вот нам вообще везло Мы всегда, когда работали на фестивалях Постоянно работали со звездами С такими, такие, как великий трубач Тед Керсон Нет, ну, к сожалению, он уже ушел из жизни Джеймс Моррисон, великий трубач из Австралии Но он живет сейчас в Америке И перед его концертом Джаз-оркестер Сибирский Дикселен Как бы разогревал площадку Ну, я не скажу, что там было очень много человек Но две тысячи точно было Ну, это уровень Ну, это уровень, да Ну, и трижды мы были в Америке Нам повезло, мы познакомились с таким великим коллективом Дикселен Титан Ход Севен Тоже Дикселен Почему Дикселен? Потому что в 2001 году мы были в Лос-Анджелесе На фестивале Дикселендов 20 Дикселендов было всего мира Из России был единственный наш коллектив Из Сибири И мы попали Ну, сначала говорили в десятку лучших Дикселендов А потом в тройку лучших Дикселендов По продажам компакт-дисков Да, ну это нас Так, посчитали Почитали Это посчитала женщина Которая нас приглашала Кони ее зовут И у нас там был такой инцидент Ну, мы разъедем куда-то на фестиваль Естественно, готовимся А у них регламент по времени Надо работать ровно 60 минут Мы отработали 61 минуту Она прибежала Скандал Там уровень был бешеный Вы что творите Вы нам срываете концерты в других залах И благодаря этому скандалу У нас образовался свой фан-клуб Ну, фан-клуб Самой молодой девушке было 70 лет Они все с зонтиками ходят Ну, они, правда, почитали Одеваются очень эксклюзивно И из зала в зал Переходя там же Такое, как бы сказать Полуподвальное помещение Но залы громадные Ну, фестиваль так они устраивают И вот они из зала в зал С нами переходили И вот эта коня говорит Вы что творите? Вы зачем у нас переманиваете публику? А та публика, которая Которому мы понравились Задавали нам такие вопросы Ребята, а вы из какого штата? Какого штата? Из Сибири Они так считают Нет, у нас такого штата нет Они подумали, что мы из Америки Ну, хотя мы Нам потом устроили ребята Ну, строители джаз-фестиваля В Лос-Анджелесе Пробулку по Голливуду И самое интересное Нам подарили билеты В Диснейленд На что Ну, лично я огорчился Ну, нифига себе Я такой взрослый дяденька Что ж я там буду делать? А потом Слова свои обратно Ну, про себя забрал Почему? Потому что Очень здорово Интересно И мы во Франции Были в Диснейленде И здесь Разница большая И благодаря вот этому Посещению Диснейленда У нас Появились мысли Написать произведение Наверняка все смотрели Мультфильм Три поросенка Вот из этого мультика Нам не страшен серый волк На каждом концерте У нас, ну, по крайней мере В области Либо в ДШИ В музыкальных школах Всегда просят ее сыграть Оно у нас как визитная карточка Ну, поскольку мы уже часто Упоминали ваш коллектив Давайте послушаем фрагмент Да, вот сейчас В эфире радио 54 Фрагмент вашего выступления Сибирский Дикселент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это как раз вы играли, да? Да. Сейчас. Абсолютно точно. Что это за произведение? Это произведение называется Bassin Street Stomp Стомп Портовых Грузчиков. Кстати, вот это произведение Нам подарили американцы, С которыми мы познакомились в Америке. Они играют один в один, И у нас получилось совместное выступление, Играли в два Дикселента. Настолько мне известно, Вы в свое время начинали играть В цирковых оркестрах. Абсолютно верно. Теперь в цирк не ходите, да? Ну да. Скорее, внуков вожу больше, Чем сам посещал. Посадили на место и пошли, да? Это точно. Потому что цирк для меня, Ну, как бы вторая школа. Я в цирке научился многому. Во-первых, игры. Во-вторых, читка нот. Там надо... Сложность какая-то есть, да? Сложность есть, безусловно. И выдержка физическая. То есть выходные дни По три, по четыре представления. А каникулы вообще по четыре каждый день. А не было никаких фонограмм? Ничего не было, все игралось вживую. И, к счастью, новосибирцы... Ну, я начинал в Красноярске, Я и в Красноярске, и в Грузии работал в цирке, в Батуми. И больше всего я проработал в Новосибирске. И, что интересно, люди, ну, в частности, музыканты, Приходили посмотреть не программу цирковую, А именно послушать хороший оркестр. А наш оркестр был, наверное, на втором, Либо на третьем месте еще тогда при Советском Союзе. Ну, после Москвы, естественно. И вот эту школу я прошел хорошую. Мне тоже очень нравилось, как оркестр играл. Всегда. Ну, сейчас, к сожалению, только в Москве остался. На Цветном Бульваре там хороший коллектив. Сергей Горисович, пожалуйста, еще что-нибудь там сыграйте. Еще что-нибудь сыграть? Что же вам сыграть? Кстати говоря, не могу не вспомнить Нашего главного руководителя, Который, к сожалению, ушел из жизни 10 лет назад, Борис Владимирович Балахнин, Который создал этот коллектив. Хотя идея у нас была вместе еще в Германии, Потому что там информации много было. Когда в армии вы служили, да? Естественно. И об этом я долго говорить не могу, Потому что это долгий разговор и интересный. А вот у него была такая фишка, Маленький цветок. Помните такой? Сидней Беши. Сейчас я вам наиграю. Наверняка мы узнаем. КОНЕЦ Ну, примерно так. И это произведение было у Бори самое такое любимое. А почему любимое? Потому что, наслушавшись Из каких-то баек От этого композитора-исполнителя Сидней Беши Была фишка такова. Он выходил с саксофоном, И когда он играл, Ходя по залу, Лива там где-то, И ему девушка Убирала цветок из прически И вставляла ему в раструб. Это такая интересная история, да. Такой джазовый вариант, скажем так. Здорово. Вы что-нибудь такое используете? Какие-то интерактивные фишки на концертах? Был, да. Мы это использовали, Потому что к нему ходили много девушек. Он был, ну, мужчина, скажем так. Ну, вот сейчас будет юбилей. Мне кажется, что стоит что-то... Мы обязательно будем посвящать ему, да. И не только ему. У нас в прошлом году барабанчик ушел. У нас такой будет семейный концертик. Давайте еще раз всех пригласим. Напомним, какого числа. Обязательно всех будем приглашать. Это будет 8 ноября В Большом зале филармонии. Начало, по-моему, в 19 часов. Благодарна передача Благодарны слушатели. Мы желаем вам удачи. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Сергей Борисович, спасибо, что нашли время и посетили нашу студию. И вот нас, так сказать, наполнили это помещение вот этой вот атмосферой. Спасибо вам. Спасибо вам, если это будет на пользу. Я буду очень рад. Да. Кстати, вас тоже приглашаю на концерт. Спасибо большое. И напоследок мы хотим услышать от вас какую-нибудь историю забавную из жизни. Есть одна история, она касается моего детства. Кстати говоря, не совсем правильно начал разговор. Начал-то я петь в хоре мальчиков в городе Красноярске. И наш руководитель, я не помню, как его зовут, я знаю, что Виктор Николаевич, баянист, он мне взял, не знаю, с чего, взял, дал сольную партию. Ну, тогда были конкурсы всякие, смотрим, помните, да? Ну, наверное, нет, я-то помню. И мы должны петь в зале. Обязательно одна песня должна быть идеологической. И он выбрал песню о черте. Шел отряд по берегу, шел издалека. Ну, я, конечно, справился. Но накануне мы с братом решили вечером поиграть в футбол не мечом, а Ванькой Станькой. Он пнул эту Ваньку Станьку, она мне прилетела на башку, рассекла все. У меня мать здесь на втором пункт. Повязка, утро, у меня истерика, хочется выступить. А там наши все балбесы, одноклассники, заняли первый, второй ряд. И я стою, помню, в розовой рубашке, башка перевязана. Голова обвязана, на рукаве она, а не ха-ха-ха. И вот вам весь этот смотр-конкурс. А у меня слезы. Вот такая история, она по-своему смешная, но для меня обидная была. Да, да. Сергей Борисович Гершинович, заслуженный артист России, художественный руководитель джаз-оркестра «Сибирский дикселент» был у нас в гостях. Еще раз благодарим. Спасибо вам огромное.